Здравствуйте, меня зовут Мария, я сегодня буду вашим косметологом-консультантом. Я вижу, что у вас есть вопрос ко мне, правильно? Да. Я получила уже запрос на то, чтобы сделать персональную подборку средств по уходу за кожей для вас специально. И сегодня я вам покажу некоторые вещи, которые бы я вам посоветовала. Во-первых, я вижу, что у вас комбинированная кожа, я вижу, что у вас есть сухость на щечках, и я вижу, что есть покраснение в некоторых местах и прыщички. Очень страшно, мы постараемся это все исправить. Я бы вам порекомендовала серию специальных продуктов от прыщиков и специального для вашего типа кожи, для комбинированной кожи. Оно называется Proactive, и у меня есть несколько пошаговых товаров, которые я бы вам посоветовала. Значит, первый будет шаг номер один. Это просто клинзер. Это нужно будет вам умываться. Во-первых, два раза в день, утром и вечером. Можно чаще, но я бы не советовала вам пользоваться клинзером больше, чем два раза в день, поскольку оно может вам помешать коже, может дать вам небольшое раздражение на коже. Поэтому два раза в день должно быть достаточно. После того, как вы мочили липчика, может быть, тепленькой водичкой слегка, открываете баночку и очень маленькое количество нужно этого средства. Может быть, где-то размер как с ноготок, может быть, как горошинка или как фасолька размером. Растираете на пальчиках и наносите на лицо. Мне нужно будет, чтобы вы втирали его очень аккуратно, не нажимая на кожу, не растягивая ничего. Просто очень аккуратно именно массажировали массажными движениями, наносили на лицо, потом снять тепленькой водичкой и перейти к шагу номер два. Номер два – это тоник. Нужно будет взять катоновый диск и намочить слегка этим тоником диск. И слегка вот такими нажимающими движениями слегка нанести на всю поверхность кожи на липце. За исключением кожи вокруг глаз, конечно же, вам нужно всегда держаться как можно дальше. Хорошо, чтобы не испортить кожу, не добавить морщинок, не сделать хуже. И потом наносить шаг номер три. Это уже крем, это именно специально разработан для кожи, который подвергается появлению прыщичков. Это нужно еще меньше этого средства, чем предыдущих двух. Нужно совсем чуть-чуть наносить на пальчик. Растирайте между пальчиком и мордой ладошкой, если у вас маленькие ручки. И наносите следующим образом. Мне нужно, чтобы вы когда раздерли его, нанесли от подбородка вверх к вискам. И после этого по носу, возле носа, под глазами, на щечки и на лобик. После того, как вы нанесли, я хочу, чтобы вы массажными движениями сливаться, подотрагиваясь до кожи, просто постарались сделать так, чтобы оно впиталось быстрее кремом. Не нужно ничего втирать, растягивать, никаких похлопывающих движений не нужно совершенно. Будьте просто аккуратнее. Потом в этой же серии есть еще несколько приспособлений. Это также плинтер, но более глубокого очищения. Его нужно использовать, может быть, один или два раза в неделю, потому что он достаточно жесткий скраб. То есть он может навредить коже тоже, если сильно много часто пользоваться. Но вот этот на самом деле убирает прыщики очень хорошо. После того, как вы нанесли шаг номер три, вы можете дополнительно нанести еще крем просто увлажняющий, тоже из этой серии с защитным, противосолнцем, защитой номер пятнадцать. И есть вот такой отбеливающий крем, который вам поможет скрыть шерамики, избавиться от шерамиков на лице и просто выровнять цвет лица, отбеливать лицо, так сказать. Я бы вам советовала для глазок потом наносить утром и днем, наносить что-то в плане как L'Oreal Eye Defense. Очень-очень нежный кремик такой. Вам нужно совершенно чуть-чуть его просто наносить на пальчик и леденькими движениями вот так вот наносите вокруг глаза. Он просто помогает скрыть синички под глазами, выравнивает цвет кожи под глазами и избавляет вас от лишней, как сказать, в общем-то помогает раскладывать кожу вокруг глаз. А на ночь я бы вам советовала пойти в аптеку или в какой-нибудь другой магазин и купить крем с витамином И. Самые жирные, они обычно очень дешевые, но чаще всего очень хорошо помогают. Его нужно добавить, его нужно наносить много. Я бы сказала, достаточно жирным слоем под глазки. Мебель где-то за час до сна наносите на глаза и оставляете где-то на час и так далее, пока он не впитается. Он впитывается не так быстро, как большинство кремов, потому что он очень жирный. Но это вам очень должно помочь в том, чтобы предотвратить появление морщин под глазками и чтобы разгладить уже имеющиеся морщинки под глазками. Ну и последнее я бы вам порекомендовала пару масочек. Это уже сделанные масочки, особенно после глубокого очищения. Я помню, посоветовала что-то вроде Айвен этой масочки, которая успокаивающая. Она уберет красноту после клинзеля, должно вам помочь. И плюс она увлажняющая масочка. Следующая это формирующая маска, которая глиняная масочка. Очень хорошая, особенно для людей, у кого проблемы с прыщами и подходит вашему типу. Кожа должна подойти очень. Не обязательно именно этой маркой пользоваться. Просто какая-то глиняная масочка должна вам помочь. Ну и в домашних условиях, если вы хотите какой-то домашний тип маски, я бы порекомендовала вам бананчик. Берете половинку бананчика, разминаете вилочкой. Добавляете чуть-чуть меда и лимонного сока. Перемешиваете и наносите на лицо, может быть, минут на 15. Ну и потом, понятное дело, смываете. Очень хорошее увлажняющее средство это. Можете также использовать это два раза в неделю, может быть, один-два раза в неделю, как больше устраивает. Ну и все, в принципе. Это все, что я вам хотела сегодня рассказать. Спасибо большое, что вы нас посетили. Я вам желаю хорошего дня. До свидания.